Кто такой герой? Тот, кто рискнул жизнью и вошел в горящий дом, чтобы спасти своих маленьких братьев и сестер? Конечно. Кто нырнул в воду в 40-градусный мороз, чтобы вытащить незнакомца из проруби? Разумеется. Кто не побоялся прыгнуть в бурлящую реку, чтобы вытащить оттуда ребенка? Да. Оказаться в нужное время, в нужном месте, не растеряться и проявить мужество – это бесспорно героизм. Но наверняка, если бы был выбор, эти отважные ребята предпочли бы не лезть в огонь и не прыгать в холодную воду. Но есть и другие люди. Проснувшись и позавтракав, они отправляются спасать тех, кто попал в беду. Хотя выспаться и позавтракать для них зачастую большая роскошь. Кто они? Люди, чья профессия – сохранять наши жизни. Пожарные спасатели приходят нам на выручку, когда мы попадаем в чрезвычайные ситуации. Будь то ДТП или пожар, медики и врачи скорой помощи зачастую жертвуют своим здоровьем, чтобы спасти наше. Эти люди заходят в горящие здания, стоят у операционного стола по 25 часов подряд, что их объединяет. Какие качества нужны, чтобы стать профессиональным героем? Стальные нервы? Самоотдача? Любовь к людям? Безусловно, это так. Недаром любая подготовка таких специалистов начинается именно с психологической проверки. Но быть героем – это значит не просто быть храбрым. В первую очередь, это значит быть профессионалом. За каждым спасенным человеком недели и месяцы подготовок и тренировок. И стать таким специалистом непросто. Например, спасатели отбирают на службу почти как космонавтов. Медкомиссия, психологические тесты, собеседования. И не все в итоге доходят до реальной работы. Многие отсеиваются уже после первых месяцев. За год профессиональные спасатели и пожарные сохраняют жизни примерно 200 тысяч человек. Это больше, чем население таких городов, как Норильск или Армавир. А, например, среднестатистический хирург делает за свою жизнь 10-15 тысяч операций. Это тысячи спасенных жизней. Считают ли эти ребята себя героями? Как правило, нет. И если вы спросите их, каково это – каждый день рисковать, спасать, отвечать за чужие жизни? Скорее всего, они ответят просто – это моя работа.